Далее в мегамашинах мы будем взбивать снег с помощью колосса для холодной погоды, который любит прорываться сквозь наносы и сугробы. Это вращательный снегоочиститель. Вращательный снегоочиститель используют для очистки железных дорог Америки, когда те занесены крупными снегопадами. Эта машина достигает высоты 5 метров, занимает 15 метров железнодорожного полотна и сдвигает снег своим весом 137 тонн. Это почти 300 тысяч фунтов. В передней части этого пожирающего снегопада зверя расположен трехметровый вентилятор, вращаемый двигателем в 1750 лошадиных сил. Двигаясь со скоростью 90 оборотов в минуту, это колесо может разрезать и проглотить блокирующую дорогу стену снега глубиной почти в 4 метра. И отбросить ее на расстояние в 30 метров. Это треть футбольного поля. Говоря прямо, когда дело доходит до очистки снега в калифорнийских горах Сьерра-Невады, эта машина с легкостью справляется со своей задачей. Если бы у нас не было вращательного снегоочистителя, мы бы не смогли работать при тех снегопадах, которые бывали в прошлом. Он убирает такие большие объемы снега, что без этой машины мы не смогли бы открыть проход через Сьерра-Неваду в течение многих недель. Погодные условия, при которых мы выводим снегоочиститель, это сильные снегопады. В таких условиях мы выводим его на рельсы, и несмотря на то, что он движется медленно, он убирает большие объемы снега. Мы движемся со скоростью около 13 километров в час. На самом деле эта машина настолько эффективно расчищает пути от снега, что железнодорожники не используют ее во время обычных снегопадов. Нет, этот зверь выходит на службу примерно раз в десятилетие. Это обычное время между снегопадами настолько сильными, чтобы стоило заварить двигатели его снегоочистителя. Последний раз мы использовали снегоочиститель в 96 и 97 годах. Тогда на вершинах холмов было более 12 метров. В среднем в год бывает около 11 метров. Тогда мы имели дело с сугробами высотой до 4 метров, поэтому мы запустили снегоочиститель и за день расчистили путь между ущельем Эмигрант Гэп и Траке. Чтобы собрать пояс для очистки от снега, мы начинаем с установки снегоочистителей с каждого конца. За снегоочистителями следует вспомогательный локомотив, который иногда называют тихоходом. Этот локомотив снабжает энергией и сам механизм. В центре расположены два электровоза переменного тока. Эти крылья, расположенные по сторонам, сделаны для того, чтобы мы могли расширить путь. Когда мы раскрываем их, это позволяет нам расчистить путь на дополнительные 30 сантиметров. Поэтому эти крылья очень важны. Ведь они позволяют сделать путь шире и убрать больше снега. Хотите верьте, хотите нет, но вращательные снегоочистители – это отнюдь не современное изобретение. Эта машина, когда-то двигавшаяся на паровой тяге, на самом деле была построена в 1937 году. И хотя в 1957-м ее оборудовали двигателем с дизельным приводом, она все еще использует кипящий пар, чтобы топить снег. Мы используем пар, чтобы сохранять окна чистыми, чтобы работали соединения крыльев, и, конечно, мы все еще используем паровой свисток, который так нравится людям. Благодаря пару машина продолжает работу и не замерзает. Думаю, ее можно сравнить с драконом. Когда мы запускаем ее, пар выходит, она шипит на тебя и выглядит так, словно она живая и дышит. Итак, сейчас мы стоим у передней части снегоочистителя. Как видите, это лопасти-вентилятор. Их длина 3 метра 35 сантиметров. Лопасти собирают снег во время вращения и отправляют его наверх. В зависимости от того, в какую сторону мы хотим выбрасывать снег, мы можем управлять этим во время вращения лопастей. Сейчас мы находимся в кабине управления вращательным снегоочистителем. Здесь у нас установлены уникальные окна, которые могут вращаться. Их разработали для кораблей, плавающих в сильный шторм. Поскольку они вращаются, ничто не может попасть на них. Так что, несмотря даже на сильный снегопад, ничто не попадает на окна. Они всегда остаются чистыми. Но что никогда не остается чистым при работе в таких условиях, это склон горы над вами. Когда вы прорываетесь сквозь горные проходы с помощью этого снегоочистителя, снег с горы может обрушиться на вас. Когда снегоочиститель работает, из-за сильных снегопадов всегда присутствует потенциальная опасность. В таких случаях возникают условия для снежных лавин, и вам приходится беспокоиться о том, что лавина может сойти и засыпать вас снегом или же перевернуть. В 82-м и 83-м годах 5 метров снега сошло вниз в течение нескольких дней при нижней границе в 2 метра 40 сантиметров. Мы не использовали свисток. Мы вели себя так тихо, как только могли, потому что боялись лавины. Но если вы внимательно будете следить за горами, расположенными над вами, вращательный снегоочиститель сможет продолжить свой путь, непреклонно убирая снег, чтобы могли ездить американские поезда. Да, это действительно невероятная машина. Она очень мощная, и она убирает много снега. А если учесть, как долго она работает, просто удивительно, что она все еще на ходу и делает свое дело. Причем делает это хорошо. В передней части этого пожирающего снегопада зверя расположен трехметровый вентилятор, вращаемый двигателем в 1750 лошадиных сил. Двигаясь со скоростью 90 оборотов в минуту, это колесо может разрезать и проглотить блокирующую дорогу стену снега глубиной почти в 4 метра и отбросить ее на расстояние в 30 метров. Это треть футбольного поля. Говоря прямо, когда дело доходит до очистки снега в калифорнийских горах Сьерра-Невады, эта машина с легкостью справляется со своей задачей. Если бы у нас не было вращательного снегоочистителя, мы бы не смогли работать при тех снегопадах, которые бывали в прошлом. Он убирает такие большие объемы снега, что без этой машины мы не смогли бы открыть проход через Сьерра-Неваду в течение многих недель. Погодные условия, при которых мы выводим снегоочиститель, это сильные снегопады. В таких условиях мы выводим его на рельсы, и несмотря на то, что он движется медленно, он убирает большие объемы снега. Мы движемся со скоростью около 13 км в час. На самом деле эта машина настолько эффективно расчищает пути от снега, что железнодорожники не используют ее во время обычных снегопадов. Нет, этот зверь выходит на службу примерно раз в десятилетие. Это обычное время между снегопадами настолько сильными, чтобы стоило заварить двигатель его снегоочистителя. Последний раз мы использовали снегоочиститель в 96-м и 97-м годах. Тогда на вершинах холмов было более 12 метров. В среднем в год бывает около 11 метров. Когда мы имели дело с сугробами высотой до 4 метров, поэтому мы запустили снегоочиститель, и за день расчистили путь между ущельем Эмигрант Гэп и Тракер. Чтобы собрать пояс для очистки от снега, мы начинаем с установки снегоочистителей с каждого конца. За снегоочистителями следует вспомогательный локомотив, который иногда называют тихоходом. Этот локомотив снабжает энергией и сам механизм. В центре расположены два электровоза переменного тока. Эти крылья, расположенные по сторонам, сделаны для того, чтобы мы могли расширить путь. Когда мы раскрываем их, это позволяет нам расчистить путь на дополнительные 30 сантиметров. Поэтому эти крылья очень важны. Ведь они позволяют сделать путь шире и убрать больше снега. Хотите верьте, хотите нет, но вращательные снегоочистители – это отнюдь не современное изобретение. Эта машина, когда-то двигавшаяся на паровой тяге, на самом деле была построена в 1937 году. И хотя в 1957-м ее оборудовали двигателем с дизельным приводом, она все еще использует... Двигаясь со скоростью 90 оборотов в минуту, это колесо может разрезать и проглотить блокирующую дорогу стену снега глубиной почти в 4 метра и отбросить ее на расстояние в 30 метров. Это треть футбольного поля. Говоря прямо, когда дело доходит до очистки снега в калифорнийских горах Сьерра-Невады, эта машина с легкостью справляется со своей задачей. Если бы у нас не было вращательного снегоочистителя, мы бы не смогли работать при тех снегопадах, которые бывали в прошлом. Он убирает такие большие объемы снега, что без этой машины мы не смогли бы открыть проход через Сьерра-Неваду в течение многих недель. Погодные условия, при которых мы выводим снегоочиститель, это сильные снегопады. В таких условиях мы выводим его на рельсы, и несмотря на то, что он движется медленно, он убирает большие объемы снега. Мы движемся со скоростью около 13 километров в час. На самом деле эта машина настолько эффективно расчищает пути от снега, что железнодорожники не используют ее во время обычных снегопадов. Нет, этот зверь выходит на службу примерно раз в десятилетие. Это обычное время между снегопадами, настолько сильными, чтобы стоило заварить двигатели его снегоочистителя. Последний раз мы использовали снегоочиститель в 96 и 97 годах. Тогда на вершинах холмов было более 12 метров. В среднем в год бывает около 11 метров. Когда мы имели дело с сугробами высотой до 4 метров, поэтому мы запустили снегоочиститель, и за день расчистили путь между ущельем Эмигрант Гэп и Траке. Чтобы собрать пояс для очистки от снега, мы начинаем с установки снегоочистителей с каждого конца. За снегоочистителями следует вспомогательный локомотив, который иногда называют тихоходом. Этот локомотив снабжает энергией и сам механизм. В центре расположены два электровоза переменного тока. Эти крылья, расположенные по сторонам, сделаны для того, чтобы мы могли расширить путь. Когда мы раскрываем их, это позволяет нам расчистить путь на дополнительные 30 сантиметров. Поэтому эти крылья очень важны. Ведь они позволяют сделать путь шире и убрать больше снега. Хотите верьте, хотите нет, но вращательные снегоочистители – это отнюдь не современное изобретение. Эта машина, когда-то двигавшаяся на паровой тяге, на самом деле была построена в 1937 году. И хотя в 1957-м ее оборудовали двигателем с дизельным приводом, она все еще использует кипящий пар, чтобы топить снег. Мы используем пар, чтобы сохранять окна чистыми, чтобы работали соединения крыльев, и, конечно, мы все еще используем паровой свисток, который так нравится людям.